100 местных кадров, которые будут соответствовать стандартам преподавания русского языка как иностранного. Вот, пожалуй, все. На сегодня готова ответить на вопросы. Спасибо большое, Ольга Алексеевна. И хочу напомнить тем, кто не смотрел, у нас 11 февраля также был круглый стол по образованию, на котором Ольга Алексеевна более подробно рассказывала также про проект-класс. Запись сохранена как у нас на сайте, так и на Ютубе. Можете ознакомиться. И все материалы также сохранены. Также, насколько мне известно, российские педагоги записывают телеуроки по русскому языку, в том числе на сайте Минпросвещения. Насколько мы знаем, они публикуются и будут также выложены на платформах Ютуба. Так что, я думаю, вот эта проблема с русским языком, благодаря вот этим совместным проектам Министерства просвещения, Министерства народного образования Узбекистана в ближайшем будущем уже будет решаться. Да, спасибо за вопрос. Действительно, мы не только работаем с учителями и с образовательными организациями, мы также и используем мультимедийные возможности и записываем и распространяем наши уроки по русскому языку для школьников и по телевидению, и в интернете, на Ютуб-каналах, и на наших социальных сетях. На данный момент создано 18 телеуроков по русскому языку для школьников 2-го класса. Они уже транслируются на узбекском телевидении. Планируется запись еще 62 уроков по русскому языку для средней школы и их трансляция в Узбекистане. Сейчас уже показаны по телевидению на телеканале National Geographic, выложены на сайте online-maktub.uz. Они выходят по средам и пятницам уроки русского языка. Также записи можно посмотреть в телеграм-канале online-maktub, абитуриент, и на YouTube-канале. Я, может быть, если будет интересно, подробно направлю всю информацию о том, на каких каналах и на каких соцсетях. Но я также приглашаю всех присоединиться к нашей странице в Инстаграм и в Телеграме, именно нашего проекта «Класс». Там действительно интересная информация о том ежедневной деятельности наших учителей в Узбекистане и о программах, которые внедряются, тестирование, которое проходят школьники. И уроки, конечно, там показаны. Спасибо большое, Ольга Алексеевна. Да, обязательно всю информацию эту мы разместим под записью, сохраним все материалы, все ссылки, чтобы ребята могли посмотреть, ознакомиться и русский язык подтянуть. Спасибо большое, Ольга Алексеевна. И следующим выступающим будет Мерзио Садыков, который представляет фонд «Эль-Юрт-Умиди» при агентстве развития государственной службы при президенте республики Узбекистан. Напомню, в фонде есть грантовая программа, благодаря которой студенты, школьники, абитуриенты из Узбекистана могут учиться в разных странах мира, в том числе в России. Пожалуйста, вам слово, нужно включить презентацию только. Пожалуйста. Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые организаторы. Спасибо, что представили. Можете, пожалуйста, включить слайд? Прежде чем начать нашу презентацию, я хотел бы немножко о фонде рассказать. То есть наш фонд образовался в 2018 году по указу нашего президента республики Узбекистана Шалката Мерзиоева Миромановича. Это указ президента 55-45. И по этому фонду, как вы видите, какие возможности открываются для кандидатов в стипендиальных конкурсах фонда Эльуртумида для специалистов за рубежом и диалога с отечественниками. Мы работаем. Первое основное направление – это наша стипендиальная программа. Второе – это диалог с нашими соотечественниками. И третье – это международные проекты. Следующий слайд, пожалуйста. У нас, как вы видите, здесь международная география стипендиантов фонда Эльуртумида. Общее количество за... Т perhaps. Так.